Меня оставили одного из незнакомой яхте управлять ей. Это был заговор, как я сразу его не раскусил. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Диалоги о рыбалке на Капо Верде". Наши герои изучают особенности океанской рыбалки. Какая рыба водится в Атлантическом океане? И легко ли управлять яхтой? Поедем на необитаемый остров. Будем жить там целые сутки. Ассоциация с Сибирью. Только спать придется в песке. Как краб. Сколько ехать? 20 километров. 20 километров. Сегодня мы выходим из Марины. Сегодня нам не надо ехать 20 километров до местного причала. Едем на сутки, а вещей набрали будто на неделю. Да? Да. Ну что, хватит слов в путь. Поехали. Республика Капо Верде государство на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Архипелаг состоит из относительно крупных островов и небольших скал. Наша съемочная группа находится на острове Сен-Висенте в городе Минделу. Когда-то эти острова принадлежали Португалии, поэтому местный язык – креольский. Смесь португальского с африканскими наречиями. Наши герои его не знают, но не теряются. Они говорят на языке рыбалки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Море не очень спокойное. Мягко скажу. Сейчас мы находимся возле Атлантического океана. По идее, мы сегодня должны идти на необитаемый остров под названием Санта-Люсия. Но так как волны большие и много барашков, возможно, мы что-то и не сегодня пойдем. Ну, выйти-то можно, но там перевернется, черт возьми. Здесь ветер жуткий сейчас. Потом течение же там. Ну что, откладывается наш поход на необитаемый остров. Судя по всему, он не пускает нас море сегодня. Заметьте, друзья, в принципе, возникла проблема, но она решаема. А все почему? Потому что девиз острова – «ноу стресси». Никакого стресса. Если он согласится на сегодня, то лучше делать сегодня. Да, это понятно, но уговаривать его не надо. Он отвечает за судно, за нас. Если он скажет нет, ну что, не пойдем. С погодой в этот день не повезло. Но, в принципе, шторм – обычное явление в океане. В метеорологии известен тип ураганов, названный Капо-Верде. Они рождаются здесь и представляют собой крупнейшие тропические циклоны Атлантики. Волнение в океане разыгралось не на шутку. Никто из местных рыбаков не соглашается сопровождать съемочную группу. Неужели сегодня удочки так и останутся в чехлах? После долгих переговоров капитан Питер согласился выйти с нашими рыбаками в море. Ведь парусной яхте такое волнение помешать не может. Питер пообещал очень хорошую рыбалку. «Ноу стресс» – девиз этих островов. Так что вперед на долгожданную рыбалку. Так, я в первый раз на яхте. Вот сколько нам открытий чудных готовят осветление. Если на минутку представить наших капитанов в камзолах и треуголках, то мне кажется, это классический портрет пират. Тут нет этого волшебного кресла для вываживания океанического хищника. Я не знаю, справлюсь я или нет. Но надеюсь, что Паша мне поможет. Давай, разминайся пока. Отжалался, на бенцуху что-нибудь возьми. Паша поможет. Да, капитан. Какая капитан? У нас есть капитаны. А, да. Да, хер-майор. Паша, а что это такое? Ты же пользовался этим уже. Это Енисея, нарыбинки. Это поводки для крупной зубастой рыбы. Слушай, я просто их не распознал, потому что они… Ну, немножко другие, да. Да, они немножко другие, они все скручены. Я подумал, что это… А вы болеете, говорите, что это другое. Другое. Оно, оно. Вот такие они. Поводки на океанического хищника. Мы идем за островом Санантау. И, похоже, бортовая качка нас будет преследовать, но вот всю дорогу, весь путь. А это самое неприятное, что может быть на море, когда тебе в борт бьет волна. То есть поболтает путь тюрем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот-вот-вот, вот эта вот бортовая волна. На яхте принято ходить босиком, что не может не радовать. Вот приедем домой, в ботинках обходимся. Сейчас там снег, грязь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волна 5-6 метров, но мы идем, мы идем на ночную ловлю. Говорят, что ночью тут клюет. Лучше и больше. Вот и проверим, так ли это на самом деле. Я? Я! Я! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паша, скажи мне, как опытный рыбак, тебе все-таки больше какая рыбалка нравится? Речная, морская, океаническая? Мне рыбалка нравится во всех ее проявлениях. И на прудике, и на речке, и в море, океане, везде. Но я люблю океан, это моя стихия. Я люблю тайгу. Это тоже твоя стихия. Похоже, Лайс. Возможно, ты в прошлой жизни был русалкой и хомаровым. Я люблю. Ну что я могу сказать, приятные ощущения Ощущения приятные, ощущения свободы Ощущения потрясные, управлять такой большой яхтой Первый раз в жизни, вы понимаете, что я испытываю Гордость, свободу Алис первый раз работал на говке, поэтому он должен научиться все У меня оставили от ногов и незнакомые яхты управлять Это был заговор, как я сразу его не распустил Остается мне, что правда, ничего особо сложного тут и нет Главное держать курс, держать точку Это первый момент Это легко Вы должны сделать дистанцию Когда вы видите, что лодка уходит влево Надо держать правее Когда увидишь, что лодка уходит влево Надо держать правее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас около шести часов вечера Только до порта мы еще не дошли Ну осталось совсем немножко И еще часики через три, наверное Ну забросим на нашу птичную И начнется ночная охота на птичную ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего-то ругаются уже с собой потихоньку Пираты наши Для ночной рыбалки еще слишком светло Поэтому есть время поужинать Оглядеться и подготовиться как следует Я не представляю, как мы ночью тут будем рыбачить Потому что обуваться нельзя Ибо яхта очень чистая Ну и вообще я такой яхтенный негласный закон Что на яхтах не обуваются Ну летом я имею в виду Буду терпеть С заходом солнца жизнь в океане меняется Глубоководный планктон начинает Подниматься из глубин А следом за ним поднимается совершенно другая Голодная армия Которая готова приступить к охоте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас Питер изготавливает Снасти для ловли ночной рыбешки Ага Крючки по-прежнему остаются Большими Посмотрим кто клюнет Будем сейчас крупную рыбу ловить Видите вон наживка какая Уж даже не знаю кто клюнет Ну пока мы ждем Поклевки крупного хищника ночного Я попробую половить кальмаров Конечно это не та глубина На которой они Активно Кормятся Но тем не менее Делать нечего Ночь длинная Вот есть такая приманочка Которая придумана Для каракатицы Кальмаров Множество крючков За которые собственно Он и должен зацепиться Мне начинает казаться Что наши капитаны Любят резаться Некий мазохизм присутствует И час не прошло Как второй тоже обрезался Поживишь его И так резаться начнешь А не акулу приманивают кровью Вот я тоже так думаю Может быть акулу приман Не знаю кто клевать будет Какая глубина здесь Здесь небольшая глубина Всего метров десять наверное А кальмары обычно держатся На большой глубине Но делать нечего И попытка не пытка Остается пить местный Очень вкусный кабавердейский кофе Ждать поклевки Услышать характерного звука Одеть резко поезд И вытягивать монстры Ждем друзья Вообще Учти Паша Или ты Или я Есть только один шанс Ну все У тебя Пашка первая поклевка Учтим тебя поздравлять Спасибо Ночная рыбалка на море Впрочем Как и любая другая рыбалка Непредсказуема Ведь при вываживании пойманной рыбы В темноте До последнего момента Неизвестно Кто соблазнился На твою приманку Не очень клюет пока В этом месте Попробуй забросить погальше Петухи поют Время полпятого Пока Без результата Есть Контрольная подсечка Какая-то мелочевочка Какая-то смешная рыба Носатая Род как у леща Ну какая-то домная рыбка Это грудные плавники Которые Скорее всего Являются органами осязания Ну какая-то небольшая рыбка совсем Смешная Смотрите как Отпустим ее Я заряжаю Люминофоры Возможно это поможет нам Проймать рыбку Это не то На что мы рассчитывали Но Тем не менее Какая-то рыбалка происходит Вот Вот Такой же Представитель Отряда Чуть помельче Правда Очень смешная рыба Смотрите какая Я пытаюсь Не заснуть И ловлю такую Какую-то мелочевку Очень привычное состояние На рыбалке ночной Когда тебе очень хочется спать И одновременно Очень хочется поймать рыбу Наши флибу Наши флибустьеры уверяют Что это лучшее место Для ловли Ночного хищника Но у меня есть сомнения большие Под нами всего пять метров И не клюет Что такое лук льет Ну как с этим бороться Как-то так, наверное Есть Но на самом деле Это начинает уже надоедать Одна и та же Носатая Красивая рыба Резвая Резвая Да Нашим рыболовам Сегодня Явно не везет С крупной рыбой Впрочем Не только с крупной Но бывает и по-другому Для хорошего результата Ночной рыбалки Важны не только Хорошие снасти Удачно выбранное место Интересная для ночных хищников Приманка Но и конечно же Главное в рыбалке Везение Когда одна за одной Попадаются Бледные обитатели глубин Вон возникает другая проблема Некуда складывать улов Правда Эта проблема Решается легко Так и не клюнуло Ни-че-го Хорошего Мелочь Я в глубине души надеялся Что даже может быть Возьмет акула Но нет Попробуем Как-то хоть дневной ловлей Чего-нибудь Поднатаскать Я возлагал такие надежды На эту поездку Думал, что уж в океане-то Рыба есть всегда Оказывается, что и на океане Бывает без клювья Пашу попросили фенечек наделать Параллельно В память А ведь или фенечка Или дабл прайс Приходится Параллельно Вязать Попорный узел А знаете, в чем еще парадокс? В том, что когда мы шли сюда, мы ведь троллили А троллинг вообще ни одной поклевки не было Это называется рыбалка, Кость Угу А на рыбалке может быть всякое Может клевать, а может не клевать Ну, я там морально настроился, что будет клевать Но я не буду плакать и сожалеть по этому поводу Я беру пример старшего товарища Он не плачет, он смеется А я тоже буду смеяться Случайно в арсенале своем нашел поплавок Сейчас попробую Смастырил какую-то поплавочную снасть Попробую плавить традиционно, если не получается, как говорят местные Попробую по-нашему ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какая интересная рыбка Давайте рассмотрим поближе Губан Не хочет отдавать крючок Ну, где твой экстрактор супер-мега? Нет, вот этот экстрактор Это вы на этой ситуации поможете? Конечно Поплыви Губан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночная рыбалка у берега не принесла ожидаемого результата И наши рыболовы отправились искать счастье на глубине Чтобы выйти в открытое море, капитан Питер принимает решение поставить паруса Но не успела яхта отойти от берега Ветер перестал быть союзником наших экспедиционеров И пришлось паруса убрать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то мы пришли на банку Попробуем джигинг Тут нет дна Такое ощущение, что океан бездонен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павел не утомил Вот что значит настоящий рыболов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый результат Что-то некрупное Сахар, мука Я психологически, знаешь, что делаю? Я запоминаю, какой крайний цвет перед крючком Чтобы когда вываживаю, вытаскиваю рыбу, было легче В какой-то момент становилось легче А тут окажется, что он бесконечный Зеленый, синий, желтый, красный Ну, как я уже А так вот запомнил цвет, думаешь, все? О, ничего себе! Ну, это как бы такой Красавец! Да Ну, красиво, действительно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это очевидное семейство групперы Гастрономические свойства Очень вкусные, очень вкусные Кроме того, что он красивый, это еще и очень вкусная рыба А по размерам, Паш, что ты скажешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да какие уж тут размеры! Давайте лучше о групперах Семейство групперов обитает повсеместно В тропических и экваториальных водах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, что в переводе с португальского Это название группер означает просто рыба Встречаются групперы разных цветов и размеров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Кубе Павел ловил представителей этого семейства Прямо скажем, покрупнее, чем они попадались на Капо-Верде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нету ничего, походе Просто почувствовал поклевку в пальце Но зато теперь понимаю, как она выглядит Век живи, век учись Век рыбач Что-то очень мелко Гладший братик Глянь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна группа Ну он же другая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он очень-очень мелкий Я поймал первого двора! Я не буду так Как вы заметили ночью, на прикормленные места рыба не подошла. Внутром тоже рыбалки не случилось, поймали там пару куперков каких-то. Поэтому наши капитаны Гарри Питер предложили нам пойти на суперпанку. Диаберджеки берутся за приманки, как они нам рассказывали. И вот мы уже идем на нее три с половиной часа. А прошли, вот тут вышли за мысль, прошли всего полторы мили. То есть мы стоим на месте. У нас нет связи, у нас заканчивается продовольствие и вода. Я спросил у капитана, не открыть ли нам парус. Но он сказал, что если мы откроем паруса, мы уйдем в Бразилию. Надежда, говорят, умирают последние. Это правда. Вот сейчас она сильно уже приболела. Посмотрим. Может быть, все-таки удастся сегодня пробачить, но большие сомнения по этому поводу. Весер не стихает, мы скорость потеряли. В среднем километра у меня. Мне очень нравится. Да, против стихии не попрешь. И пусть рыбалка оказалась не самой удачной в истории диалога по рыбалке, впечатлений наши герои наловили предостаточно. А это уже немало. Смотрите в следующей программе диалогов о рыбалке. Что такое подмосковный зимний спиннинг в крещенские морозы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова